екатерина владимировна вам слово вы за главную спасибо коллеги сегодня я расскажу вам про базовый неврологический осмотр который может провести в принципе любой доктор для этого не нужно ничего специфического на приеме для этого нужны руки глаза и в общем то это возможно молоточек вот сразу оговоримся что неврологический осмотр он не исключает проведение общего физикального осмотра иначе можно попасть в какую-то абсолютно глупую ситуацию вот из примеров могу привести вот сейчас сидела вспоминала пришло на ум когда принесли котика с отказавшими задними лапками но при осмотре выяснилось что у кота плотный твердый болезненный мочевой пузырь не писал он уже двое суток в итоге после того как разрешилась его обструкция лапки тоже восстановились поэтому всегда обязательно осматривайте сначала проводите общий физикальный осмотр потом уже приступайте к неврологическому если никто не против я наверное видео отключу чтобы весь экран был виден и включу его в конце лекции так для чего же в принципе так сейчас секундочку не листается у меня нам нужен неврологический осмотр что он нам позволяет сделать в первую очередь он позволяет определить а связаны ли а клинические симптомы которые с которыми пришли к нам владельцы животных с заболеванием нервной системы второе что он позволяет нам выявить это локализацию поражения в нервной системе хотя бы мы должны определить что поражено головной мозг спиной мозг или периферическая нервная система позволяет нам составить список дифференциальных диагнозов потому что есть болезни которые встречаются только в головном мозге есть болезни которые встречаются только в спинном мозге или есть болезни только периферическая нервная система поэтому мы уже будем думать какие же болезни будут именно вот в этой области и определиться с планом дальнейшей диагностики что будете делать дальше, да, это будет МРТ, это будет КТ, какие-то электродиагностические тесты или проверка на инфекции. И неврологический осмотр, надо об этом помнить, что он не позволяет поставить диагноз окончательный. Вы в большинстве случаев этого на осмотре не сделаете. Вы определите локализацию, составите список диагнозов возможных и будете проводить дальнейшую диагностику, чтобы уже установить, что же произошло. Какой план неврологического приема? В первую очередь, это сбор анамнеза. Это очень-очень важно, наверное, не я одна об этом говорю, об этом говорят все, кто рассказывает про неврологический осмотр, это действительно важно. Из таких последних примеров, это была собака, которая пришла на чистку пара анальных желез и оказывается, и доктор на осмотре, когда чистила железы, заметила, что собака реагирует на крестцовую область и отправила к неврологу. В итоге, в процессе сбора анамнеза очень тщательно, потому что из хозяйки было очень сложно что-то вытащить, выяснилось, что с возраста одного года у собаки случаются приступы. Сначала она смотрит наверх и пытается кого-то там увидеть, при этом она не реагирует, когда ее зовет хозяйка, потом она поджимает хвост, трясется и убегает. И вот по этому поводу владельцы ходили и чистили пара анальные железы животных. Вот. И скорее всего, чистили бы дальше, если бы собака не отреагировала как-то на прикосновения в крестцовой области. Поэтому сбор анамнеза, он очень-очень важный. Задавайте владельцам вопросы, на которые они сами просто, возможно, не ответят. Они, может быть, даже не знают, что им надо это сказать. Может быть, их собачка со странностями живет уже так пять лет, и для них эта собачка нормальная, поэтому спрашивайте. Следующий пункт осмотра – это когда вы осматриваете животное без рук. То есть я обычно прошу поставить переносочку с котиком на какую-то поверхность, открыть переноску, позволить котику осмотреться самостоятельно, выйти и все понюхать, походить. Не все коты так делают далеко, некоторые категорически отказываются этим заниматься. Ну, тут надо будет искать выход из положения, возможно, просить владельца как-то заснять видео, как котик передвигается дома. И всех собачек, которые сидят на ручках на поводках, тоже попросить отпустить, пускай они походят по кабинету, понюхают. Вы в это время понаблюдайте, как вообще эта собака себя ведет, что она делает, интересуется ли она окружающей обстановкой, как это должно быть в норме и так далее. И следующий пункт – это будет осмотр уже руками. Тут тоже скорее будет больше проблем с кошками, потому что они зажимаются, они не дают ничего потрогать, не дают ничего проверить, но надо как-то постараться этот осмотр провести. Если кошечка совсем-совсем не готова контактировать, возможно, перенести это на следующий раз, предварительно, да, в какие-то успокоительные препараты. Что мы оцениваем, не трогая животное? Ну, в первую очередь, мы, конечно, можем увидеть наличие, какое сознание у животного. Оно может быть нормальным. Это животное, которое активно реагирует на все, что происходит вокруг, отслеживает там наши движения, действия, интересуется окружающей обстановкой, то есть оно включено в этот момент во все происходящее. Вот так вот примерно, как в лаборатор, выглядит животное с нормальным сознанием. Следующее такое более подавленное сознание – это будет депрессия, оглушение. Это когда животное сидит, но вот оно вялое и не очень хочет контактировать, и не очень-то ему интересно, что вокруг происходит. И вообще лучше бы оно вот сидело там, и никто бы его не трогал. Ступор характеризует... Ну, вот так будет с подавленным сознанием выглядит шарпейчик, который сидит такой очень грустненький. Следующее – это будет ступор. Ступор – это состояние, когда животное спит. Оно спит, но при этом мы его из этого состояния... Ну, оно выглядит так, как будто бы спит. Мы его можем вывести какими-то достаточно резкими стимулами, болевыми, громкий какой-то звук, и оно будет на это реагировать. И уже последняя стадия – это будет кома, это то состояние, когда животное лежит, и никакими стимулами вы его из этого состояния вывести не можете. Ментальный статус. Что такое ментальный статус? Это психическое состояние животного, это его поведение, это его, ну, эмоциональное состояние. Оно может быть тоже разным, здесь перечислено далеко не все варианты ментального статуса, но животное может быть апатичным достаточно, может быть дезориентированно, не очень понимать, что вообще происходит вокруг, проявлять какую-то очень выраженную агрессию, не просто как вот маленькие собачки там кусаются или кошечки, а действительно она будет не очень нормальной, эта агрессия. Ну, или вообще вести себя неадекватно. Это очень обычно бросается в глаза, и не заметить такие состояния достаточно сложно. Дальше мы оцениваем позу положения тела. Ну, такие самые явные признаки, которые могут бросаться в глаза, это повороты наклона головы, которые встречаются чаще всего при поражении вестибулярной системы, широко расставленные конечности, ну, скорее всего, у этой собачки они в норме такие, это его телосложение, но, в принципе, если животное для поддержания равновесия достаточно широко расставляет конечности, стоит задуматься, нет ли здесь проблем. Наверняка все видели таких такс, у которых изогнута спина, мы смотрим, нет ли каких-то, да, изменений в позвоночнике, это может быть кифоз, лордоз, сколиоз или какое-то аномальное расположение одной из конечностей. Сразу вспомним, как называется поражение конечности, чтобы дальше можно было понимать, если поражается одна конечность в неврологии, будет потеря чувствительности или полная потеря двигательной активности, то это будет называться монопорез или моноплегия. Если будут поражаться две конечности с одной стороны, то это будет называться гемипорез или гемиплегия. Если поражаются две конечности тазовые или две грудные, то тогда в этом случае это будет называться парапорез, параплегия. И если поражаются все четыре конечности, то это называется тетропорез, тетроплегия. какие еще позы мы можем сразу же увидеть так может быть это как-то можно спрятать нет на осмотре децеребрационная ригидность это выглядит так что уже разогнуты все четыре конечности и голова запрокинута назад при этом сознание чаще всего нарушена и вот такая поза будет указывать на поражение среднего мозга есть децеребрационная ригидность она проявляется в том случае когда поражается мужичок при этом мы будем видеть разгибание грудных конечностей тазовые конечности могут быть согнуты или выпрямлены сознание чаще всего будет не нарушена в этой ситуации и есть еще такая поза шиф шерингтона которая будет проявляться при достаточно серьезном поражении спинного мозга в сегменте t3 l3 а при этом мы будем видеть гипертонус грудных конечностей нормальный или повышенный тонус тазовых конечностей ну и чаще всего животное в этот момент также в сознании потому что поражение происходит не в головке оцениваем походку что мы можем увидеть атаксия атаксия это нарушение координации движения то есть это когда животное идет идет она как-то очень странно атаксия бывает трех видов первое проприоцептивное извиняюсь проприоцептивное атаксия это когда нарушено чувство осознание положения собственного тела в пространстве чаще всего при проприоцептивное атаксии мы можем видеть перекрещивание лапок при осмотре мы видим стирание пальчиков на дорсальной поверхности животное располагает свою конечность не по центрам тяжести часто это хорошо видно при поворотах то есть вы просите владельца пройтись животным а повернуть в одну сторону в другую и животные очень часто неправильно ставят лапку падают ну тоже очень важно попросить пройтись если там собака крупный в кабинете у вас места не хватает также атаксия может быть мужичковая которая связана с поражением мужичка мужичок это такой координационный центр который помогает делать точные движения в этой ситуации мы увидим движение с неправильной амплитудой какое-то чрезмерное выбрасывание конечностей вперед ну да вперед чаще всего и атаксия может быть вестибулярный в этом случае мы будем видеть кружение потери равновесия очень часто животные выглядят так как пьяные моряки на палубе их качает они пытаются удержать это равновесие у них не всегда получается они могут падать также может присутствовать роллинг это когда животные вот как ролл такой крутится вокруг своей оси можем увидеть хромоту тут важно понять какого характера хромота она может быть ортопедическая она может быть неврологическая если у вас есть навыки проведения ортопедического осмотра проводите его сразу тоже если нет зовите доктора ортопеда если есть какие-то сомнения чаще всего ортопедическая хромота она будет опорного типа животное ставит конечность прихрамывает или например держит конечность на весу неврологическое часто выглядит так как будто бы животное эту конечность волочит за собой или куда-то ставит неправильно в сторону, ставит на дорсальную поверхность. При поражении спинномозгового корешка животное может поджимать конечность, как и при ортопедической кромоте, потому что там присутствует очень выраженный болевой синдром. Поэтому, если есть ортопед, зовите его на помощь. Дальше мы проводим пальпацию животного для того, чтобы выявить боль. Мы пальпируем голову, пальпируем мышцы на голове, пальпируем в области висков, пытаемся немножечко сжать голову, проверить, нет ли болезненности. Открываем ротик, чтобы посмотреть, нет ли болезненности при открытии рта, что может быть связано с поражением булл внутреннего уха или, например, с поражением нижнечелюстных суставов. Трогаем шею. Начинаем трогать, всегда немножечко поглаживая, для того, чтобы не пугать животное. Если его сразу схватить за шею и начать мять, оно в любом случае будет напрягать эти мышцы. Поэтому осторожненько погладили, начинаем прощупывать, напряжены ли мышцы или они расслаблены. Осторожно поворачиваем голову из стороны в сторону, вверх-вниз. Резкие движения делать не нужно, потому что можно усугубить процессы, которые, если есть какая-то патология в шейном отделе. Дальше пальпируем грудные конечности, прощупываем мышцы, оцениваем с двух сторон, чтобы они были симметричны, чтобы они были удовлетворительно развиты. Отмечаем, есть ли атрофия и гипотрофия. Дальше пальпируем позвоночник. Это делается нажатием двух пальчиков. Ставите два пальца в область между остистыми отростками, нажимаете и при этом сводите пальчики между собой, таким образом вызывая компрессию в межпозвонковой области. Делать это можно начинать сначала потихонечку, потом посильнее, потом еще посильнее. Да, сразу сильно не надо давить, потому что, возможно, животное, у которого даже нет проблемы, в этот момент может выгнуться как-то или продемонстрировать дискомфорт. Также нужно осмотреть паравертебральные мышцы. Сначала от поглаживания, затем прощупать, не напряжены ли они, потому что, когда есть какой-то патологический очаг, мышцы стараются это компенсировать, сжать, зафиксировать, чтобы дальше не развивалось поражение, чтобы этому очагу было комфортно. Также, как и грудные конечности, прощупываем тазовые, не забываем сгибать и разгибать в суставчиках конечности, чтобы посмотреть, нет ли боли где-то в суставе, и проверяем хвост. С хвостом мы делаем то же самое, что с шеей, поворачиваем его во все стороны, вверх, вниз, вправо, влево, для того, чтобы оценить, нет ли болезненности. Дальше можно начать с проверки постуральных реакций. Вот мне кажется, что животные видят это примерно вот так, что они обычно вообще не понимают, что с ними делают, зачем с ними это делают, они жалобно смотрят на своих владельцев, но нам необходимо это посмотреть, чтобы выявить неврологический дефицит. Самый известный, я думаю, что о нем слышали все, это реакция исправления положения конечности. Все последующие три реакции, они будут в основном направлены на проверку проприоцептивной чувствительной системы, да, проприоцептивная система – это то, что передает сигналы от мышц, от сухожилий в головной мозг. И таким образом мы понимаем, в каком положении находится конечность, согнута она или разогнута и так далее. Для того, чтобы проверить вот эту реакцию исправления положения конечности, ну, грубо можно сказать, что это такая осознанная проприоцепция, нужно поставить конечность животного на дарсальную поверхность. Тут есть один нюанс с маленькими собачками и кошечками. Если вы берете конечность и ставите, но кошка в этот момент ее выдергивает, это не проверка проприоцепции, да, это проверка сгибательного рефлекса. Очень важно конечность поставить и оценить, как животное исправляет. В норме в течение одной секунды оно должно вернуть конечность на место. Опять же, есть проблема с маленькими собачками, которым бывает очень-очень страшно, и они могут этого не делать. Поэтому нужно будет оценить следующие тесты, чтобы понять, боится собака или все-таки у нее есть какие-то нарушения. Хоппинг. Хоппинг – это более такая тонкая реакция. Она не требует осознанного ответа. Это неосознанное поддержание равновесия, удержание своего тела для того, чтобы не упасть. Как она проводится? У маленьких собачек, в принципе, мы можем поднять все туловище, оставив ее на одной конечности. Если мы оставляем правую конечность на столе, то начинаем толкать в правую сторону животное и в норме оно должно переставлять конечность, чтобы поддержать свой вес тела. У крупных собак поднять их достаточно сложно, поэтому мы поднимаем просто одну конечность и толкаем в сторону этой конечности. В норме животное быстренько переставляет, чтобы не упасть. Так проверяем на всех-всех конечностях. Можно провести еще, подняв одну левую тазовую конечность и левую грудную конечность и толкая в бок, чтобы посмотреть, как работают правые лапки. И то же самое можно с левыми сделать. Реакция опоры. Эта реакция, она связана с проприоцептивной системой и с оценкой зрения тоже может быть связана. Она делается двумя способами. Сначала животное видит, как его подносят к какой-то поверхности, и во втором случае глазки ему закрываются. Так проделывается с каждой лапой. В норме, если глаза открыты, то когда мы подносим к поверхности, животное еще не успевая ее коснуться, должно выставить лапку вперед, чтобы поставить на поверхность. В случае, когда мы закрываем ему глаза, мы должны поднести к краешку стола, например, и как только лапка дотронулась, животное ставит свою лапку в норме на стол. Если этого не происходит, соответственно, у нас есть нарушение. Постуральная реакция разгибателей. Тут участвуют и вестибулярные системы, и проприоцептивная система. Как это делается? Ну, у котика на видео с этой реакцией вообще все в порядке. Он ее выполняет абсолютно без какой-либо помощи. Для этого животное поднимается, удерживается под грудь, поднимается наверх, дальше ставится на какую-либо поверхность. В этот момент животное должно разогнуть лапы для того, чтобы встать на поверхность. И дальше вы немножечко толкаете его назад. Таким образом вы отмечаете, насколько хорошо шагает назад, насколько симметрично это делает, что обе лапки в этом задействованы одинаково. Можно определить тоже, есть ли какие-то нарушения. Тест-тачка. Он проводится путем поднимания таза у животного и толкания его вперед, чтобы оно передвигало грудными конечностями. Можно еще, если мы хотим проверить вот только проприоцептивную систему, чтобы не было задействовано никаких других систем, в этом случае поднимается голова и толкается животное вперед. Также смотрим, чтобы обе лапки шли симметрично, никакая не подтягивалась и не уходила никуда в сторону. Спинальные рефлексы. Это следующее, что мы будем проверять. Здесь написан сайт, на котором есть очень-очень крутые видео по рефлексам, и некоторые картиночки взяты именно с этого сайта. Здесь представлена табличка по рефлексам и из какого сегмента спинного мозга выходят нервы, которые нервируют мышцу, когда мы проверяем этот рефлекс. Основные рефлексы, которые мы будем проверять, это рефлекс отдергивания грудных тазовых конечностей, это будет коленный рефлекс и перинеальный рефлекс. Остальные рефлексы тоже проверяем, но не всегда удается на грудных конечностях. Например, видите, если животное сильно напряжено, сильно боится. Сгибательный рефлекс. Сегменты спинного мозга, из которых выходит аксон, находятся для грудной конечности С6-Т2, для тазовой конечности Л4-С1. Соответственно, когда мы трогаем лапку, животное в норме должно ее согнуть, убрать от нас. И в этот момент очень важно смотреть, чтобы оно сгибало во всех суставах. Не только в каких-то двух, пытаясь отвести лапу или в одном, а именно чтобы все суставчики в этот момент согнулись. Сначала мы начинаем трогать это не очень сильно. Обычно животные прекрасно убирают лапу, у которых все в порядке, и не надо их щипать какими-то зажимами. Если животное не реагирует, то немножечко посильнее сжимаем пальчиками, для того, чтобы оно все-таки эту конечность согнуло. Ну, если совсем отсутствует, там пытаемся приложить побольше усилий, то это будет очень хорошо видно. Коленный рефлекс – это сухожильный рефлекс. Он проверяется путем... Что? Кто-то что-то говорит? Коленный рефлекс проверяется он путем постукивания по связке надколенника. И в этот момент мы должны увидеть, как дергается лапка. Сегменты спинного мозга, из которых выходит нерв, ответственный за это, это бедренный нерв, это L4, L6. Нужно помнить о том, что животные, у которых есть проблемы с коленными чашечками, с вывихом, или у них может этот рефлекс отсутствовать, и также он может быть в норме снижен у пожилых животных. Да, если вот за коленный рефлекс мы в основном оцениваем у нас бедренный нерв, то за сгибательный рефлекс будет ответственен в тазовых конечностях седалищный нерв. В грудных конечностях за это ответственны несколько нервов. Паникулярный рефлекс – это когда мы начинаем или покалывать вдоль позвоночника, или чем-то зажимчиком немножечко щипать, и в норме мы должны увидеть такое сокращение кожи. Это обеспечивается тем, что идет стимул в шейные сегменты, оттуда выходит латеральный грудной нерв по обе стороны и вызывает сокращение мышц кожи. Если будет какое-то повреждение в спинном мозге, которое затронет проводящие пути, то тогда мы увидим отсутствие этого рефлекса примерно на 1-2 сегмента ниже повреждения. И перинеальный рефлекс – его центры находятся в сегментах спинного мозга S1, S3. Проверяем мы его, проводя ватной палочкой или чем-нибудь еще в области промежности. В норме мы должны увидеть сокращение ануса, и животное опускает хвостик, прикрывает. Дальше. Для того, чтобы, когда мы посмотрели животное и выявили какие-то отклонения по рефлексам, мы вообще должны понимать, а в каком сегменте-то это произошло. Для этого нам нужно понимать, что такое центральный двигательный нейрон и периферический двигательный нейрон. Центральные двигательные нейроны расположены в головном мозге, и своими аксончиками они соединяются с периферическими двигательными нейронами, которые расположены в вентральных рогах спинного мозга. И вот эти вот периферические двигательные нейроны, мы сейчас будем говорить о тех, которые находятся в шейном утолщении и в поясничном утолщении, и оттуда идет иннервация конечностей, периферические двигательные нейроны уже непосредственно соединяются с мышцами и регулируют их работу. Вот. И если их оставить одних, без какого-либо контроля, будут они выглядеть примерно вот как Том и Джерри на картинке. Они будут там творить свои дела, будут повышать тонус мышц, будут сохранять или усиливать рефлексы в конечностях, и поэтому если их не контролировать, то выглядеть это может достаточно странно быть для животного, все время в тонущей мышце, у него, конечно же, будет нарушение походки, поэтому для этого есть центральный двигательный нейрон, который будет подавлять нижние моторные нейроны, и в итоге мы будем видеть слаженную работу конечностей, животное будет нормально ходить, будет нормальный тонус мышц, будут нормальные рефлексы. Наглядно это выглядит примерно так. Желтенький – это центральный двигательный нейрон, и синенький – это периферические двигательные нейроны. Конкретно в этой ситуации мы рассматриваем в шейном и поясничном утолщении. Для меня это выглядит примерно так. Конечно, на деле такого не будет, если будет у нас работать только нижний двигательный нейрон, конечно, никакая мышечная масса нарастать не будет. Но если будет поврежден центральный двигательный нейрон, и будет потеря контроля над нижним, то тогда будет происходить примерно то, что я рассказала. Конечности будут в тонусе, рефлексы могут быть повышены. Если повредится у нас наоборот периферический двигательный нейрон, то центральный подавит его настолько, что мышцы станут вялыми, конечности тоже будут такими вот какими-то вяленькими, дряблыми, и все рефлексы будут снижены. Вот так вот это будет выглядеть при повреждении или центрального, или периферического двигательного нейрона. Какие будут встречаться симптомы? Если будет поражен периферический двигательный нейрон, то тогда у нас двигательная функция будет от пареза до паралича, и мышцы будут вялые. Будет развиваться достаточно быстро мышечная атрофия, и могут развиваться контрактуры. Мышечный тонус будет снижен, и будет нарушение чувствительности в этих конечностях. Будут снижены рефлексы. Они будут снижены или отсутствуют полностью. Если будет поражен центральный двигательный нейрон, то тогда мы будем видеть парез или паралич, при этом будут мышечные спазмы. Ну, не всегда, но часто. Развивается мышечная атрофия при этом достаточно поздно, и она бывает легкой. И животное в этой ситуации может не пользоваться конечностью. Мышечный тонус будет от нормального до повышенного, и будет снижение восприятия боли на этих конечностях. Рефлексы будут в норме или усилены. Теперь немножечко рассмотрим, может быть, чтобы стало попонятнее, возможно, запутаю до конца, что будет происходить при поражениях в различных областях спинного мозга, нервной системы, не спинного мозга, нервной системы. Если поражение произойдет в голове, или в верхней шейном отделе, что мы будем видеть? У нас, получается, контроль центрального двигательного нейрона прекратится для грудных и для тазовых конечностей. В этой ситуации, соответственно, мы увидим, что периферический двигательный нейрон начнет заниматься тем, чем ему хочется, так контроля никакого не будет. И тогда в этой ситуации мы увидим повышенный тонус мышц на грудных и тазовых конечностях, мы увидим нормальный или усиленный рефлексы, атрофия мышц будет развиваться достаточно медленно и будет нарушение чувствительности. Если же поражение у нас произойдет в сегменте спинного мозга С6Т2, вообще функционально мы делим спинной мозг на четыре сегмента. Это С1С5, С6Т2, Т3Л3 и Л4С3. И будем рассматривать поражение вот по этим сегментам. Например, вы осмотрели животное, выявили у него вот такие-то рефлексы и определили, что вам нужно посмотреть сегмент С6Т2. С этим вы его и направляете на МРТ. Чтобы вам понять даже, а что нужно посмотреть на МРТ, потому что МРТ всего позвоночника, ловельцам, скорее всего, обойдется очень-очень дорого. Так вот, если поражение произошло в сегменте С6Т2, тогда у нас будет поражение периферического двигательного нейрона. В этой ситуации действие центрального двигательного нейрона прекратится на тазовые конечности. И при этом мы увидим опять, что в области поясничного утолщения начнется хаос, и там будут творить моторные нейроны все, что хотят. И тогда мы увидим нормальный или повышенный тонус мышц, нормальные или повышенные рефлексы. А в грудных конечностях действие центрального двигательного нейрона настолько усиливается, что конечности будут вялыми, рефлексы будут снижены, и будет достаточно быстро развиваться мышечная атрофия. Если поражение произошло в области, в сегменте спинного мозга Т3Л3, в этой ситуации грудные конечности у нас останутся абсолютно нетронутыми. Если только это не синдром Шифф-Шеррингтона. Но это отдельный разговор. И тогда влияние центрального двигательного нейрона на поясничное утолщение прекращается, и мы видим повышенный тонус, нормальные или повышенные рефлексы, и порез или паралич нарушение чувствительности. Если поражение происходит в области Л4С3, в этой ситуации грудные конечности останутся не затронутыми, а в тазовых конечностях настолько усилится влияние центрального двигательного нейрона, его подавление, что мы увидим вялость, снижение или отсутствие рефлексов, и достаточно быструю атрофию мышц. Примерно так это будет выглядеть, если все это собрать в табличку. Эта картиночка, ее можно найти фактически везде, поэтому я, наверное, не буду по ней рассказывать. Мы будем видеть при поражении конечности атаксию, тетропорез, тетроплегия, если это шейный сегмент, ну и так далее. Все это я сейчас рассказала уже. Проверка глубокой болевой чувствительности. Ну, первое, о чем хочется сказать, если животное ходит, наверное, не имеет смысла зажимать ему пальцы зажимами и делать больно. В большинстве случаев это не нужно, если животное способно самостоятельно передвигаться. Второй момент, что эти пути, они идут до головного мозга, и очень важно понять, что мало того, чтобы животное просто конечность отдернуло. Это будет как раз местный сгибательный рефлекс, который замыкается, тут же его рефлекторная дуга в сегментах спинного мозга, никуда в головушку это не идет. Тут важно, чтобы животное отреагировало на ваши действия, повернуло голову, попыталось укусить, закричало, но в конце концов зрачки, что прошли, лишь потому что ему больно в этот момент. Не знаю, будет ли видео прогружаться. Вот, отлично. Здесь проверяют глубокую болевую чувствительность. Мы видим, что животное пытается лапу оттянуть, но это только рефлекс сгибательный. Головой при этом животное не реагирует абсолютно никак, не пытается ни повернуться, ни посмотреть. То есть, этот рефлекс глубоко болевая чувствительность, у животного нарушена. В норме это должно выглядеть примерно вот так, потому что, когда сжимают зажимом косточки, это очень-очень больно. Черепные нервы. Первое, что мы можем проверить, это реакция угрозы. Эта реакция развивается постепенно, это неврожденный рефлекс. После 12 недель мы оцениваем у щенков и котят эту реакцию. Раньше нет смысла, и если ее нет, это не будет считаться патологией. В реакции угрозы участвует зрительный нерв, конечный мозг, ствол мозга мозжечок и лицевой нерв. Мы закрываем животному один глазик и второй рукой, где открытый глаз, совершаем угрожающие движения. Для того, чтобы это было корректно, лучше или растопырить пальчики, чтобы не создавать воздушную волну и животное не среагировало именно на это. Или можно это просто двумя пальцами делать. В норме животное должно закрыть глаза на каждое ваше движение, приближая приближение к нему ладошки. И так мы проверяем с обеих сторон. Один глаз закрыли, проверили, второй глаз закрыли, проверили. Тест с ватным шариком. Это оценка зрения. У собак можно проводить с ватным шариком, у кошек очень удобно проводить лазерную указку. Например, то есть вы показываете у кошки огонек и они вполне хорошо реагируют на него. Как проводится? Мы кидаем ватный шарик и животное на это реагирует. Что очень важно, кажется, что собака посмотрела на этот шарик, когда он упал. Но на самом деле это не так. Мы видим, что он падает и движение глаз начинается в тот момент, когда шарик еще в воздухе. Соответственно, никаких звуков собака слышать не могла. И хотя вата очень легкая, от нее точно бывает звук. Вот, поэтому можно просто потом как-то несколько раз это повторить или посмотреть в замедленной съемки. Положение глазного яблока. Оно регулируется основными тремя нервами. Это третья, четвертая, шестая пара глазодвигательный, блоковые, отводящие нервы. Если мы видим изменение положения глазного яблока, мы можем думать на то, что присутствует их поражение. Это может быть, когда глазик уходит вниз и в сторону, это будет вентролатеральный астробизм, это может быть медиальный астробизм, косоглазие астробизм это одно и то же. И это может быть, когда глазик немножечко смотрит в сторону и вверх. Мы оцениваем размер зрачков. В норме у животных зрачки должны быть одинакового размера. Если зрачки разного размера, то опять же начинаем подозревать какую-то патологию. Но тут важно поработать, наверное, с офтальмологом. Исключить какие-то первичные заболевания именно самого глазика. Как определить, какой зрачок ненормальный, мы проверяем реакцию зрачка на свет. Тот зрачок, который реагирует, скорее всего, нормальный, тот, который не реагирует, будет ненормальным. Иннервация зрачка, мышцы дилататора и сфинктера зрачка, они иннервируются симпатической парасимпатической нервной системой. При влиянии симпатической нервной системы зрачок будет расширяться, при влиянии парасимпатической врачок будет сужаться. Нестагм. Нестагм – это движение глаз, которые могут быть в норме, или физиологический нестагм, когда мы поворачиваем голову. У нас глаза не плавно движутся за картинкой, а совершают такие колебательные движения, для того, чтобы зрение фиксировало все, что мы хотим посмотреть. Физиологический нестагм проверяется у животных поворотом головы у крупных, мелких животных лучше взять на ручки, повернуть к себе головой и с ними немножечко покрутиться, для того, чтобы оценить, если он нарушен, то, соответственно, у нас есть проблемы, скорее всего, в вестибулярной системе. И патологический нестагм, он бывает спонтанный, тот, который происходит при любом положении животного, оно может сидеть просто на столе, у него будут двигаться глаза, и он может быть позиционный. Когда вы изменили положение животного, например, положили его на спину или как-то запрокинули ему голову, и появляется движение глаз, ненормальное, которых быть не должно. И также по его направлению различают горизонтальный, вертикальный, вращательный или роторный нестагм. При этом вертикальный нестагм будет только при поражении центральной вестибулярной системы, в то время как горизонтальные вращательные могут встречаться и при поражении периферической вестибулярной системы. Что-то сейчас еще хотела сказать про это, про нестагм. Забыла. Ага, да, как мы оцениваем нестагм, мы его оцениваем по быстрой фазе, то есть получается глазик как бы убегает от места поражения. Если у нас быстрая фаза идет вправо, то поражение скорее всего будет с левой стороны. И описываем мы по быстрой фазе. Так, да, все верно, описываем по быстрой фазе. Маятниковый нестагм выглядит, я сейчас включу видео, это вот таким вот образом, и в норме он может встречаться у сиамских кошек. В принципе, такое у них допустимо, так же, как и эстробизм. И спонтанный нестагм, это вот когда животное сидит, ничего с ним не происходит, ничего не делает, а глазки бегают в разные стороны. Позиционный нестагм, это когда перевернули животное на спину, и в этот момент стали бегать глазки. Также мы видим у этой собачки вентролатеральный эстробизм слева и вертикальный нестагм. Зрачковый рефлекс, мы его проверяем, когда мы светим в глазе к животному ярким светом. В этом рефлексе участвует зрительный нерв, ствол мозга и глазодвигательный нерв, который сужает зрачок, когда посветили животному ярким светом, то зрачок в норме должен сузиться как на стороне, в которую мы светим, так и во втором глазике. Это важно оценить, потому что путь зрачкового рефлекса, мы помним, что есть у нас перекрест зрительных нервов, и, соответственно, сокращение зрачка будет с обеих сторон. Таким образом, мы оцениваем прямую реакцию зрачка на свет и содружественную. Делается это достаточно просто. Вот здесь мы оцениваем содружественную. Так, вот здесь вот прямую, светим глазик, сейчас будет с другой стороны очень хорошо видно, посветили, зрачок сократился. И когда сократился зрачок глаза, в котором мы светим, мы сразу же проверяем, чтобы был сокращен зрачок и на втором глазике. пульпибральный рефлекс мы оцениваем путем прикосновения к внешнему или внутреннему углу глаза. Таким образом, мы оцениваем в основном тройничный нерв и лицевой нерв. Тройничный нерв это чувствительная информация, он проводит ее в головной мозг, и лицевой нерв, он закрывает глазик, закрывает веки. Тихонечко дотрагиваемся. Для того, у тройничного нерва есть три ветви, есть верхнечелюстная, есть нижнечелюстная ветвь и есть офтальмологическая ветвь. Проверяем глазик, дотрагиваясь до медиального угла глаза, и в норме животное должно закрыть глаз. Также мы проверяем верхнечелюстную ветвь, дотрагиваясь до латерального угла глаза. В принципе, принцип действия такой же. Участвуют все те же самые нервы, только ветвь тройничного нерва другая. Для того, чтобы оценить нижнечелюстную ветвь, для этого мы пальпируем мышцы массеттера. Если будет поражен тройничный нерв, мы очень часто увидим, что выглядеть они будут примерно вот так, как у этой собаки. Их фактически не будет. И когда встречается, например, идиопатический неврит тройничного нерва, владелицы приходят и говорят, у нашей собаки вот вся голова впала куда-то и ничего не осталось. При этом также может отвисать челюсть, нижнее животное будет неспособно самостоятельно даже нормально принимать пищу, потому что вы закрываете челюсть, и она отвисает обратно. Ну и также мы это оцениваем на осмотре, когда мы разжимаем челюсть, и сопротивление должно быть достаточно активным. В этот же момент у некоторых животных можно проверить гэк-рефлекс или глоточный рефлекс, немножечко засунув пальчик в рот, но не всегда это стоит делать, потому что можно остаться без пальчиков. В этот момент животное должно сглотнуть, потому что происходит сокращение мышц глотки и чаще всего облизывается. Также когда открываем рот, оцениваем язычок, чтобы он был симметричен, он был подвижен и не было никаких отклонений. Стимуляция слизистой оболочки носа. В этом рефлексе участвует тройничный нерв, конечный мозг и ствол мозга. В этот момент мы трогаем ватной палочкой ноздри у животного, закрыв ему глаза, чтобы не было, что оно дергивает голову, когда мы подносим только палочку. И в норме животное должно брать голову. Роговичный рефлекс, он оценивается путем прикосновения увлажненной ватной палочкой к роговице глаза. В этом рефлексе участвует тройничный нерв, отводящий нерв и лицевой нерв, и ствол мозга. В норме, когда вы дотронулись до глаза, глазик должен как бы немножечко уйти обратно и закрыть веки животное должно. Вот так вот это выглядит. тут такая сводная табличка. Так, если мы находим какие-то отклонения, то где мы должны искать поражение? Это так очень приблизительно, но если мы видим судороги, какие-то нарушения сознания, нарушения поведения, мы подозреваем конечный мозг. Если есть нарушение сознания, в этом также может участвовать и ствол мозга. При нарушении зрения будем искать проблемы в глазике, в самом зрительном нерве, в затылочной коре головного мозга, в хиазме. Headpressing это упирание головой в стену, и часто такая проблема присутствует при нарушении в конечном мозге. Кружение. Оно может быть с потерей равновесия или без потери равновесия. Кружение это хождение в одну сторону, вправо или влево. При потере равновесия мы чаще будем подозревать вестибулярную систему проблемы. Если равновесие не теряется, то конечный мозг, потому что при новообразовании животное также будет ходить по кругу. Наклон головы, нестагм, падение, роллинг мы будем подозревать при патологиях вестибулярной системы. Пальпибральный рефлекс. Как я говорила, в его в этом рефлексе участвуют пятая и седьмая пара лицевой и тройничный и ствол мозга. Реакция угрозы. Тут важно помнить, что это перекрещивающийся рефлекс, то есть приходит на другую сторону, в контрлатеральную моторную кору и чувствительную моторную. И поэтому в нем участвует зрительный нерв, конечный мозг, ствол мозга, мозжечок и лицевой нерв, который закрывает глазик. Стробизм. При выявлении стробизма мы будем подозревать поражение вестибулярной системы или одного из нервов отводящего блокового или глазодвигательного. При дисфагии, нарушении глотания. Это мы можем проверять или на приеме, как я говорила, еще можно попытаться сжать в области глотки, чтобы животное сглотнуло. Но опять же, не всегда на приеме животное может все показать. Тут лучше поговорить с владельцем и спросить, как животное кушает пищу, как глотает, нет ли каких-то нарушений в акте глотания, не вываливается ли еда, не давится ли животное пища и так далее. В акте глотания участвует языкоглоточный, блуждающий нерв, удаленная часть ствола мозга. Дропиджо это отвисающая челюсть и это то, о чем я рассказывала, будет присутствовать при билатеральном поражении пятой пары черепных нервов, хроничного нерва. Паралич глазного яблока, губ, ноздрей или уха мы будем выявлять при поражении лицевого нерва, так как он иннервирует всю лицевую мускулатуру. Мегазофагус, паралич гортани будет встречаться при поражении десятой пары черепных нервов, блуждающего нерва. Гек рефлекс или глоточный рефлекс мы оцениваем языкоглоточный облуждающий нерв и ствол мозга. Паралич языка будет встречаться при поражении подъязычного нерва. зрачковый рефлекс мы оцениваем зрительные нервы глазодвигательный ствол мозга. Корнеальный рефлекс мы оцениваем тройничный ствол мозга отводящий и лицевой нервы и стимуляция слизистой оболочки носа это конечный мозг ствол мозга и тройничный нерв. Зачем все это оценивать? Вроде как оценили тройничный нерв на каком-нибудь одном из рефлексов но бывают очень спорные моменты и не очень понятно например при пыль по эбиральным рефлексе а какой нерв поврежден он не чувствует и тройничный не проводит или он не может закрыть глаз потому что лицевой не работает вот поэтому надо провести все рефлексы и уже в совокупности оценить а какой же нерв поврежден по спинному мозгу по сегментам если все это подытожить то будет выглядеть примерно так что ментальный статус будет в принципе при поражении спинного мозга фактически всегда в норме при поражении верхних шейных делах бывают какие-то нарушения но это редкость положение тела или поза будет часто широкой постановкой конечностей будет лежачее положение и будет нормальное положение шейной скованность при поражении шейных сегментов может быть искривление позвоночника и мы часто видим это у такс при поражении в сегменте Т3 Л3 или в хвостовых сегментах они пытаются попу немножечко поджать при оценке шага мы будем нарушения видеть это будут порезы или плеги при этом если будут поражены С1 С5 то все четыре конечности и С6 Т2 мы тоже можем видеть на всех четырех конечностях но при этом на грудных будут снижены все рефлексы а такси будем видеть на тазовых еще есть такой вот при поражении в этом сегменте мы очень часто можем видеть очень короткие шажки грудными конечностями и такие размашистые шаги тазовыми конечностями это так называемая двухмоторная походка при поражении в сегментах Т3 Л3 мы будем видеть парапорез или параплегию на тазовых конечностях грудные останутся в норме и при поражении Л4 и С3 мы будем видеть парапорез или параплегию тазовых конечностей и при этом грудные не будут затронуты черепные нервы в основном будут в норме не считая шейных сегментов потому что оттуда идет иннервация может быть синдром Горнера потому что оттуда идет Вот, господи, симпатическая иннервация, и поэтому мы можем видеть птоз, миоз и энофтальм. И спинальные рефлексы будут при поражении С1, С5 гиперрефлексия всех конечностей или нормальные рефлексы. При поражении С6, Т2 на грудных конечностях будут рефлексы снижены на тазовых нормальные или повышенные. При поражении Т3, Л3 на тазовых будут нормальные или повышенные на грудных не затронутые. И при поражении Л4, С3 на тазовых конечностях будут снижены или отсутствовать, грудные будут не затронуты. Боль в области позвоночника может присутствовать или отсутствовать при поражении в любом из отделов. Болевая чувствительность может быть нормальной или сниженной или отсутствовать. И мочеиспускание может быть в норме, а может быть нарушено тоже в зависимости от того, какой сегмент спинного мозга будет поражен. Такие будут нарушения. В общем-то на этом наверное все. И по базовому неврологическому осмотру мне кажется, этого вполне хватит для того, чтобы понять, где локализуется поражение и какую диагностику в дальнейшем мы будем проводить. Спасибо. Спасибо. Огромное спасибо участникам, которые с нами все это выдержали сегодня, кто с нами остался, от нас не ушел. Вот, теперь тогда мы до встречи на следующей неделе. Встречаемся также в пятницу в 10 часов. Нас ждет следующий блок наших лекций. Следите за анонсами мероприятий в наших соцсетях. Ну, на сегодня мы прощаемся. До новых встреч. Спасибо огромное. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»